Флакс или флюкс? Транскрипция, правильно, флакс. Многие, в том числе на американском рынке, произносят флюкс. Хотя, как мне кажется, иногда даже использование некоторых технологий и материалов, они избыточны. Гранулировый пластик, который присутствует на китайском рынке, он их не устраивает по качеству. Друзья, всем привет! Вы на канале Epic Board Shop TV. И, как вы можете заметить, у нас в очередной раз нестандартная обстановка, потому что мы сегодня в гостях у представительства, у дистрибьютора таких замечательных брендов, как Новосама, Флюкс 686, замечательная оптика от компании Спай и так далее. Компания ProSnow уже существует больше 20 лет. Рядом со мной сейчас сидит Андрей Жанецкий, генеральный директор компании ProSnow. Андрей, расскажи, пожалуйста, как получилось, что вы стали дистрибьюторами компании NeverSama? История давно минувших лет, когда компания решила попробовать свои силы сноубординги, начали подбирать торговые марки, которые были бы нам интересны для представления на российском рынке. Выбирали только из топового сегмента. Американский рынок, почему взгляд обратился на него? Потому что, ну, наверное, до настоящего момента самые продвинутые производители, самая востребованная аудитория, ну и, наверное, уровень сноубординга, наверное, на текущий момент один из самых высоких во всем мире. Было несколько торговых марок на выбор, там всех перечислять уже, наверное, нет смысла. В итоге выбор пал на компанию Тима и Трейси Кеннедой из Денвера. Это 96-й, ребята уже, по-моему, 4 года, они уже присутствовали как локальный бренд на американском рынке и только-только делали свои первые шаги на международном рынке. То есть, получается, вы с компанией Нева Сама, непосредственно с Трейси, Тимом Кенда и в хороших дружеских отношениях? Ну, в хороших партнерских взаимоотношениях. С семьями мы не дружим. В Россию они, к сожалению, тоже не стремятся приехать. Но встречают, когда мы приезжаем в Денвер, как хороших, добрых партнеров, друзей. Друзья, и как вы можете заметить, за моей спиной стоят сноуборды. Сноуборды, о будущего сезона, сезон 18-19, моделей, которых не было. Например, модель Peacemaker, а также вновь возродившаяся Heritage. Андрей, чего нам ждать от компании Нева Сама? Чего ждать, собственно, нашим любимым зрителям в следующем сезоне от этого замечательного бренда? Планка, которую компания Нева Сама подняла по качеству своих сноубордов, она не опускается, она только наоборот еще больше поднимается. Хотя, как мне кажется, иногда даже использование некоторых технологий и материалов, они избыточны. Но, тем не менее, ребята не останавливаются. В коллекции 18-19 топ-шит на всех моделях будет только из самых топовых материалов, которые вообще есть в индустрии сноубординг-строения. В мастерской Нева Сама, прежде чем запустить доску в реальное производство, они изначально, как говорится, ее обкатывают своими собственными ногами на своих склонах, в скалистых горах. Вот только что сейчас закончилась CIA. CIA – это такая американская выставка, аналог ИСПА, который проходит в Мюнхене. Но только вот она проходит в Колорадо, в Денвере. Такое крупное достаточно событие. Были отпечатаны первая пробная партия образцов коллекции 18-19. Естественно, эти образцы уже были презентованы американским магазином для обозрения, чтобы получить первичный отклик по коллекции. Часть моделей по дизайну не набрала необходимого количества голосов от американских продавцов. И она была моментально переделана. И уже и в России образцы, и на CIA уже появились финальные образцы, в котором будет представлена коллекция 18-19 в реальных поставках и на реальных полках магазинов. Мимо, собственно, сноубордов Нева Сама, а также компания ProSnow занимается такими замечательными японскими креплениями. Флюкс, ну или как нас очень много раз поправляли, Флакс. Первый год до этого мы сотрудничали с американским офисом, и все контакты у нас были непосредственно в Флакс-USA. В коллекции 18-19 мы работаем непосредственно с главным японским офисом в Токио. Ощущаются, конечно, некоторые шероховатости в коммуникации, потому что, ну, менталитет наших партнеров из Японии, он, ну, восток дело тонкое, и Азии тем более. На наш взгляд, проблема по креплениям Флакс – это достаточно высокая цена. К сожалению, здесь все находится во власти непосредственно производителей. Просто один пример – они из Японии везут в гранулах пластик, чтобы отпечатать крепление на своей фабрике в Китае. Гранулировый пластик, который присутствует на китайском рынке, он их не устраивает по качеству. Сейчас уже образцы новых креплений поехали на тесты к нашим райдерам. Скоро увидим какие-то первичные отзывы. Компания ProSnow поддерживает в своем, так сказать, пулей замечательных ребят. Можете про них рассказать? Пару слов. Основные райдеры, которых мы поддерживаем, экипировка – это Лена Костенко, это член сборной России по сноубордингу. Юра Чемодоров, тоже с Дальнего Востока. По лыжам мы поддерживаем нашего фрирайдера Игоря Ильяных. Он у нас вообще как бы универсальный спортсмен. Он отлично катается и на лыжах. Недавно выиграл первый этап фрирайд-кубка на Мамайе по сноубордингу. Есть еще целый ряд атлетов, которых мы поддерживаем частично. В ближайшее время мы обновим полную информацию по нашим атлетам, по райдерам, которых мы поддерживаем. Эта информация будет доступна в сайте нашей компании. Друзья, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всем привет!